здравствуйте еще раз мы с вами сегодня продолжаем тему первой мировой войны я надеюсь что мы закроем повторяю эта тема для нас важно в нескольких отношениях но эта тема важно сама по себе во вторых первая мировая война сказать была прологом 30-летней войне которая закончилась 1945 году ну а некоторые цели и задачи те кто ставил которые ставили планировщики первой мировой они были реализованы только в 1991 году разрушением советского союза и нам с вами очень важно понять как конце 19 начале 20 века сформировались те международные субъекты которые стали во многих отношениях модельными для 20 века речь идет о закрытых над национальных группах мирового согласия и управления мы с вами уже говорили что в 90-е годы реагируя на изменившуюся мировую экономическую политическую ситуацию великобритании возникла закрытая над национальная структура англо-американская под названием группа в групп или вы создал ее сессил ротс человек ротшильдов ротс известный колонизатор его именем были названы северная и южная родезия в африке ныне зомби и зимбабве вот эта структура группа она и стала такой ударной силой в организации нового передела мира вместе с определенной частью британского истеблишмента хотя далеко не всего я хочу подчеркнуть что помимо британских политиков группа активно работ черчилл лойд джорджа группа активно работала вообще сквозь политиками франции и россии но например есть информация что активно сотрудничал с группой министр иностранных дел россии извольский во франции по анкаре активно работал вместе с ними эти люди очень активно работали над созданием международного союза направлено против германии прямо и косвенного направлено на разрушение и германии и россии очень показательно что узнав о свержении монархии в россии премьер-министр великобритании лойд джордж в парламенте сказал достигнута одна из целей этой войны смотрите какая вещь получается союзник россии великобритания ее премьер-министр говорит свержение царя в россии это достигнута одна из целей мировой войны как мы уже говорили в прошлый раз девятьсот двенадцатом тринадцатом годах была совершена попытка вот этими силами спровоцировать германию вильгельма второго на какие-то действия с помощью балканских войн потому что под ударом оказались болгария и турция союзники традиционные германии и в вообще большую роль на балканах в это время играла та сеть которую британцы создали там разведсе 70 80 годы вот та война которая была в югославии в конце двадцатого века в 1990 годы писатель маркеев назвал ее модельной в том смысле что в ней обкатывались определенные модели в чрезвычайных ситуациях и создавались разведсети на будущее ну то же самое происходило на балканах и в конце девятнадцатого века вот эти балканские балканские страны они естественно не были самостоятельными и очень большую роль сказать в том как они себя вели играли великобритания и россия я уже называл в прошлой лекции два имени это министр иностранных дел россии который из вольский который потом стал послом россии во франции и посол россии в сербии хартик вот хартик был очень тесно связан с организацией черная рука это такая сербская террористической организации и именно член этой организации говорила принцип убил принца фердинанда застрелил его а вот дальше мы уже говорили с вами об этом на прошлой лекции обычно когда говорят что сказать произошло что стало поводом к первой мировой войне это убийство австрийского эрцгерцога при этом забывают что буквально через день в европе убили еще одного политика который выступал бы против войны это жорес французский деятель и за несколько недель до этого было покушение на распутина который безусловно был бы противником войны очень интересно как сложилась судьба вот всех этих действующих лиц уговорила принципа сказать был цианистый калий с собой он должен был покончить сказать убив эрцгерцога покончить с собой цианистый калий не сработал оказалось что что-то не так потому что нужен был серб которого можно было вытащить суд и говорила принцип умер по официальной версии в тюрьме в 1918 году от туберкулеза хартик посол россии все сербии скоропостижно скончался в 1914 году в австрийском посольстве куда он пришел на прием пришел на прием и там скончался полковника аписа руководителя черной рука расстреляли в семнадцатом году семнадцатом же году таинственно исчезла переписка харфига и министра друг следующего министра иностранных дел россии сазонова ну а в 1919 году скончался извольский перед этим он принялся писать мемуары и сказал что он напишет правду о первой мировой войне через несколько недель он скончался а вот самое интересное началось после убийства франца фердинанда сразу после выстрелов сараева британцы и их союзники начали манипулятивную игру в вене и в петербурге британская пресса 1 однозначно выступила на стороне австро-венгрии и поддержала ее претензии к сербии осудила сербов и у австро-венгров и у немцев создало впечатление что британцы на их стороне в это же время другие британские дипломаты отправились в санкт-петербург где объясняли николаю второму что он ни в коем случае не должен бросать сербов он не должен пасовать перед австро-венгрии германцами и потому что они иначе просто захватят все балканы и повторяю в это же время британская пресса квалифицировала убийство франца фердинанда сербским национальством как акт агрессии со стороны сербии против австро-венгрии очень активную роль в россии сказать вот натравливая николая второго на германию играли два посла посол франции палеолог и посол великобритании бьюкенен они должны были обеспечить жесткую линию петербурга по отношению к вене ну и естественно к вене косвенно и к берлину провоцировать россию нужно было для того чтобы спровоцировать на ответные агрессивные действия германию и здесь очень большую роль сыграл министр иностранных дел великобритании сэр эдуард грей член группы значит если бы в тот момент великобритания заявила о том что она категорически против войны вильгельм второй ни в коем случае не двинулся бы но британцы вели себя так что они убедили вильгельма второго да и николая второго тоже в том что британия в случае конфликта между австралии германии с одной стороны и франции россии она будет занимать нейтралитет и может быть даже выступит посредником но современники уже многое понимали например герберт уэллс которого у нас знают больше как фантаста на самом деле это был сказать человек который очень активно работал с британской разведкой это был такой теневой закулисный политик очень важный так вот в автобиографии своей которые изданные по-русски уэллс написал эдуард грей начал войну позволив кайзеру и правительству германии поверить в то что британия не вступит в войну даже в том случае если германия ее начнет то есть уэллс свидетельствует пользу того что именно британцы подтолкнули вильгельма к войне но самым серии самой серьезной проблемой для тех той части британского истеблишмента которые хотели войны были британские парламентарии британские же парламентарии потому что они в большую часть войны не хотела и нужно было их обойти к 25 июля 1914 года грей уже знал что россия готова к войне потому что в ответ на действия австро-венгрии против сербии россия начала царь отдал приказ по частичной мобилизации вильгельм второй уверенный что британцы сохранят нейтралитет начал сказать тоже готовится военным действиям в группе и в союзных ей клубах и ложах прекрасно понимали что в случае войны с францией немцы двинутся через бельгию нарушив тем самым нейтралитет и тем самым обеспечат повод к войне но было ясно что и немцы это понимают и на этот случай если вдруг немцы пойдут не через бельгию а как-то иначе у британцев был у группы точнее был план номер два как втянуть германию войну план номер два заключался в следующем в течение какого-то времени предшествующему началу первой мировой войны агентура группа закупала в германии оружие и боеприпасы и перевозила их в ирландию где вооружала как протестантов ольстера так и католиков юга страны кто знает в чем суть конфликта в ирландии было но ирландия это фактически колония великобритании ирландцы есть часть ирландцев католики часть протестанты ну и ирландцы католики всегда находились в положении хуже чем протестанты и вели борьбу против англичан так вот британцы закупали у германии оружие и это немецкое оружие сказать давали и тем и другим то есть если бы началось ирландское восстание и у них оказалось бы немецкое оружие то это повод для войны но однако план 2 не понадобился все произошло иначе и решающую роль в этом сыграли эдуард грей и лойд джордж как это было сделано значит точнее что этому пришествовало не не только не имея разрешения но не поставив кабинет в известность черчилль как первый лорд адмиралтейства начал мобилизацию флота премьер-министр асквит отправил холдейна в мире военное министерство для мобилизации армии и в этой ситуации многие парламентарии были встревожены они хотели чтобы великобритания воевала и тогда вот состоялось то заседание где группа обвела парламентариев это лишний раз говорит о том что небольшая группа людей сплоченная реализующие свои цели она может навязать свою волю большинству когда начались дебаты асквит попытался резко одернуть по противников войны сказав что все и так ясно и тем не менее парламентарии заставили их обсуждать вопрос тогда было решено объявить перерыв во время перерыва эдуард грей министра стран дел великобритании срочно покинул парламент и отправил жесткий ультиматум германии зная уже то чего не зная парламентария именно то что немецкое вторжение в бельгию уже началось но парламентариям об этом не сказали ультиматум нужен был для предъявления парламентариям как психо удар по ним когда после перерыва палата собралась для дебатов грей вернулся против сторонников мира выступил член группы бальфор он заявил что для дебатов не хватает кворума а сами дебаты при по поводу войны в условиях от ультиматума этого произведут плохое впечатление на публику и под этим давлением британские парламентарии скисли вопрос о войне был решен 4 августа георг 5 в букингемском дворце объявил войну германии это стало неожиданностью для вильгельма 2 своеобразной черной меткой он был в ярости топал ногами кричал о том что народ лавочник его обманул но теперь можно было сколько угодно топать ногами его действительно обвели вокруг вокруг пальца значит чем начинается война чем союзники воевать давайте посмотрим численность армий значит у антанты благодаря россии было преимущество над центральными державами центральные державы это германия австро-венгрия в 1914 году 170 миллионная россия имела 5,3 миллиона человек под ружьем население великобритании я имею ввиду великобританию они британскую империю 47 миллионов армия полмиллиона армия полмиллиона 40 миллионная франция имела армию 2,6 миллиона 70 миллионная германия 2,4 миллиона и 53 миллиона австро-венгрия 2,3 миллиона всего за время войны антанта мобилизовала около 9 миллионов человек а центральная держава 4,7 миллиона человек то есть у армии антанты превосходили армию германии австро-венгрии в два раза причем нужно учесть что австрия армия австро-венгрии была очень слабой она вообще сама по себе слабой была кроме того там славянское население вообще не хотела воевать чехи например они они чаще всего сдавались плен да и затем уже в семнадцатом году кто добавился к антанте кто мне подскажет соединенные штаты америки 2 миллиона человек значит но воюют не только ведь числом но и умением значит давайте поговорим сначала об умении лучше всего были обучены немецкая и французская армии причем преимущество было явно на стороне немцев немецкую пехоту первой мировой войны военные историки считают лучший не только за весь двадцатый век и лучше чем немецкая пехота второй мировой войны но и за всю историю эпохи модерна немцы очень хорошо подготовились к войне силы центральных держав пишет военный историк террейн располагали бесценным активом германской армии которая состояла из 87 пехотных дивизий и половины общей кавалерии астровенгерской армии как я уже сказал уступала русской но превосходила итальянскую но итальянскую армию все превосходили кому не лень и самым слабым астровенгерской армии было вот это вот был славянский сегмент который не хотел воевать уровень высшего командного состава вот это тоже интересный момент в общей своей массе стоял на должной высоте только в германской и французской армиях это пишет не немец и не француз это пишет военный историк зайчиковский повторяю еще раз эту мысль уровень высшего командования времен первой мировой войны то есть штабов прежде всего мозга армии в общей своей массе стоял на ложной высоте только в германской и французской армиях в целом однако преимущество было опять же на стороне немцев поскольку они играли главную роль и контролировали австровенгров а вот союзники по антанте плохо координировали свои действия и уровень общего руководства был низким не было единого командования у стран антанты очень интересен вопрос о пространстве трагическое неудобство расположение германии в европе заключалась в том что они были обречены в этой части света вести войну на два фронта однако как говорят наши заклятые друзья англосакс каждое приобретение из потери каждой потери есть приобретение германия разделяла своих противников не давал им объединиться и кроме того великолепная сеть железных дорог позволяла немцам перебрасывать силы с западного фронта на восточный с восточного на западной и в этом отношении это было преимуществом с учетом того как разве конкретно развивались события на восточном фронте русское пространство которое немцам приходилось преодолевать она безусловно спасло французов потому что очень долго немцы двигались на восток теперь давайте посмотрим на экономический потенциал значит экономический потенциал выше всего был в этот момент я не буду искать цифрами вас грузить значит выше как вы думаете экономический потенциал вообще в мире у кого был наиболее высокий в этот момент у сша совершенно верно затем германия затем британская империя затем россия с францией и вот этот экономический потенциал он очень многое определял в ходе в ходе войны и британцы хорошо очень понимали свои ограничения например пример сказать премьер министр к 1903 году великобритании кэмпбелл баннерман писал в том следующее писал правда заключается в том что мы не можем обеспечить боевую империю мирная империя старого типа вот чему мы соответствуем значит чуть позже я вам дам просто цифры записать потому как каков потенциал военный был по сказать по тяжелой артиллерии потому что первая мировая война это была война тяжелых тяжелых артиллерий теперь давайте запишем уже план темы непосредственно а потом вернемся к некоторым моментам которые должны будут расцветить нам наш план значит синопсис темы россии в первой мировой войне 1 арабская предыстория первой мировой войны это то что я вам сейчас рассказывал предыстория первой мировой войны а ослабление гегемонии великобритании в 1870 годы и обострение международных противоречий в мире в целом и в отдельных регионах завершение колониального раздела мира вот это очень важно все колонии поделили а дальше можно было отнимать пространство только друг у друга и единственная страна с ресурсами который оставался на тот момент это россия то есть сталкивая россию и германию британцы решали две задачи они убирали своего главного конкурента германию и пытались разрушив россию захватить наши ресурсы то есть такой очень хитрый коварный план завершение колониального раздела мира . запятой балканы тире и в кавычках пороховой погреб европы вот сейчас когда несколько миллионов мигрантов осядет на балканах балканы будут пороховым погребом европы номер 2 б обострение внутренних социально-экономических противоречий в наиболее динамично развивающихся странах мира в формирование наднациональных субъектов заинтересованных в новой войне 2 арабская подготовка россии и других великих держав к войне . начала войны а реорганизация армии б дипломатическая подготовка войны в технико-экономическая подготовка г планы сторон до начала войны третья арабская кампания 1914 года а наступление русской армии в восточной пруссии скобочках август а восточной пруссии как сейчас называется так как сейчас на нет никогда эстония называлась истляндия так конечно калининградская область все верно это и есть восточная пруссия август б галицийская битва август сентябрь в варшавско-ивангородская операция октябрь ноябрь г лодзинская операция октябрь ноябрь д события на закавказском театре военных действий и и результаты кампании 1914 года 4 арабская кампания 1915 года а планы сторон б немецкое наступление в районе мазурских болот конец января в вступление армии брусилова на территорию венгрии февраль г горлицкий прорыв горлицкий с большой буквы горлицкий прорыв немецкой армии . запятой отступление русских из галиции и польши д стабилизация фронта в октябре . запятой итоги кампании 15 года 5 кампания 1916 года то есть у нас вся первая мировая война идет по кампаниям шестнадцатого года а генеральное наступление немцев на западном фронте . запятой верденское сражение б брусиловский прорыв май в взятие русскими эрзерума и трапезунда . запятой признание союзниками притязание россии на константинополь и проливы проливы с большой буквы это очень важный момент союзники признали что россия должна по итогам войны получить константинополь и по сути дела это была одна из причин почему британцы так поддержали свержение царя в россии им очень не хотелось отдавать константинополе проливы г ситуация в россии в конце шестнадцатого года шестое кампания семнадцатого года а особенности кампании 17 года двоеточие февральская революция в россии и апрельское вступление сша в войну а вот есть вас ходу спросили наиболее известные романы о первой мировой войне вообще в мировой литературе это какие романы кто автор так так прощай оружие кто кто автор фэйл туамс прощай оружие кто написал прощай оружие хемингуэй и это американский автор а вот очень известный немецкий писатель который написал роман о о том как шла война на западном фронте рима так ремарка как роман назывался без перемены еще у него есть замечательный роман три товарища тем кто не читал очень рекомендую и прощай оружие и два романа ремарка очень рекомендую но у нас роман алексей толстого сестры затрагивает проблемы первой мировой войны но так по касательной б неудачное наступление русской армии июнь . запятой торнопольский прорыв немцев июнь июль . запятой окончательный развал русской армии в потери риги и молнзунского архипелага сентябрь октябрь г октябрьский переворот в россии . запятой фактический выход россии из войны компания седьмой компания 1918 года а брестский мир или как обычно называли брест литовский мир б наступательная операция немцев в пикардии весна в марнское сражение г революция в германии 8 9 ноября 18 года естественно д версальский мирный договор восьмое выводы а роль и значение восточного фронта в первой мировой войне б обострение внутри политической ситуации в россии в крушение армии тире крушение строя тире революция давайте теперь посмотрим как россия готовилась к войне с 1907 года в россии началась реорганизация флота а с 1910 года сухопутной армии но все делалось сказать по принципу русские медленно запрягают но быстро ездят потому что если ты почему быстро есть потому что если ты потерял время на запрягании нужно потом быстро ездить значит армия увеличилась до 2 миллионов в мирное время в 1910 году была принята десятилетняя программа дальнейшей реорганизации вооруженных сил и россия резко увеличила расходы на вооружение в 1912 году в россии был принят новый устав полевой службы самый прогрессивный на тот момент в мире он предоставлял инициативу и самостоятельность офицерам и рядовым подталкивал к не шаблонным действиям доктрина была наступательной обратите внимание вот скажем доктрина советской армии было оборонительной а доктрина дореволюционной россии было наступательной отрицательная сторона недооценка значения артиллерии и это лишний раз говорил о том говорит о том что русский офицерский генеральный гиату русский генеральский состав высшие офицеры они были действительно не на уровне своего времени 75 процентов потерь первой мировой войне было вызвано арт огнем запишите пожалуйста соотношение артиллерии она очень красноречиво значит у нас с вами будет таблица из четырех из трех столбцов левый 100 столбец будет называться страна второй столбец следующий число орудий вверху и следующий из них тяжелые значит в левом первом столбце мы пишем россия число орудий 7088 из них тяжелые 240 сейчас вот мы эту таблицу нарисуем с вами и будет понятно кто как мог воевать в этой войне франция число орудий 4300 из них тяжелых сто девяносто восемь австро-венгрия четыре тысячи восемьдесят восемь а вот из них тяжелых тысяча и наказал германия число орудий 9388 из них тяжелых 3260 посмотрите по тяжелым оружием как соотносятся австро-венгрия германия с одной стороны и франция с россией соотношение сил понятно запишите также пожалуйста немецкая промышленность производила 250 тысяч снарядов в день 250 тысяч снарядов в день а британская промышленность 10 тысяч снарядов в месяц конкретный пример запишите в общем показатель в мае 1915 года в боях на линии дунаец горлице это городский прорыв немецкий немцы за четыре часа выпустили по треть русской 3 армии 700 тысяч снарядов для сравнения за всю франко-прусскую войну 1870 71 годов немцы выпустили 817 тысяч снарядов то есть за всю франко-прусскую войну 817 тысяч снарядов за четыре часа 700 тысяч снарядов они так укатали русскую армию что после этого практически шли по пустой по пустому пространству просто они смешали в кровь и мясо 3 русская подготовка россии к войне прежде всего в области обеспечения боеприпасами была недостаточной немцы завершили свою реорганизацию в 1914 году россия реорганизацию не завершила вот это расплат перед войной в первые дни войны в лондоне париже берлине и вене и петрограде так стал называться петербург сразу после начала войны его переименовали в петроград никаких дургов никаких немецких аллюзий царила в целом радостная шапка закидательское настроение предполагалось что война продлится несколько недель и быстро закончится победой и только несколько людей его полагали что война это на несколько лет но их никто не слышал дело в том что европейцы привыкли уже что боюсь в китае дарить боксерское восстание боюсь будет берем пулеметы и расстреливаем каких-то танцы и дикарей и полагали что вот так так она и будет как заметил один из исследователей природа европейской войны в отличие от войн колониальных понималась европейцев и плохо европейцы привыкли за 20 лет потому что такое колониальные войны они по прошлой группе будет примерно такая война план у немцев был очень простой это план шлиф она они полагали что за 40 дней они должны разгромить францию а потом обратиться против россии вот у них было очень просто почему за 40 дней нужно разгромить францию потому что они посчитали что россия затратит на мобилизацию своей армии 40 дней к этому времени немцы покончат с французами и будут бить круто они не учли одной вещи вот в рассказе железная воля лескова там генерал говорит мы можем такую глупость сделать что немцы никогда не догадаются и таскать мы окажемся победили кто кстати рассказ читал лескова железная воля очень рекомендую всем он у нас его активно у нас стали публиковать сорок первом году рассказ лескова железная воля это такое несколько заостренное описание что такое русский национальный характер и немецкий национальный характер и что происходит когда они сталкиваются главный герой этого рассказа железного немец гуго пекторалис который как немцам положено его железная воля у нас железная воля мы преодолеем все гуго пекторалис едет в россию ему говорят гуго пекторалис возьми пожалуйста с собой что-то теплое поддеть теплое нижнее белье россии очень холодно он говорит у меня есть железная воля я все преодолеет он едет простужается очень сильно болеет но это его ничему не улучшает у меня есть железная железная воля и вот он в какой-то момент жига в россии сталкивается с твоим соседом русским пьющим человеком значит который ему очень досаждает и тогда чтобы отгородиться по русскому человеку гуго пекторалис ставит забор ему говорят гуго пекторалис не ставь забор ты нарушаешь русские законы ты будешь ты проиграешь суд он говорит железные воли я не проиграю он судится с этим русским человеком суд проигрывает и он доставил забор и суд присудил его либо он сносит забор либо платит выплачивает этим постоянный штраф русскому этому человеку но лучше конечно было бы снести забор у меня есть железная воля я не буду сносить забор я лучше буду платить деньги он начинает платить русскому деньги русский счастлив потому что на эти деньги можно выпить и он говорит что гуго пекторалис это мой благодетель русский начинает пить 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 поскольку деньги прийти и умер рая поминки гуго пекторалис приглашают на поминки на поминках люди в россии едят жирные блины, и Гуго Пекторалис начинает есть блины, ему говорят Гуго, не ешь активно жирные блины, может быть не с варенья, и ты умрешь. Гуго Пекторалис говорит, у меня есть железная воля, я съем столько, сколько захочу. Он ест блины и умирает на поминках своего соседа. Вот это столкновение немецкого топора и русского теста, которое приводит к плохим результатам. И вот эта железная воля немецкая, она разбивается о нестандартное поведение русских людей, в чем прокололся Шлиффен. Причем Лольдке-младший сказал, это тоже очень немецкий подход, это в духе Гуго Пекторалис, он ему сказал, наш план плох, но план есть, и мы будем в соответствии с ним работать. Это такой вот стандартный немецкий подход, поэтому на мой взгляд немцы выигрывают все сражения, кроме решающего. Решающие сражения они проигрывают, потому что в решающем сражении все решается нестандартными ходами. Так вот, что произошло? Что произошло? Русские не стали дожидаться, когда они проведут мобилизацию. Россия вступила в войну, не отмобилизовавшись. То есть немцы ждали 40 дней, русские начали воевать, еще мобилизация идет, а уже началось наше наступление в Восточной Пруссии. И оно было столь успешным, что немцам, которым их было дойти уже 60-70 километров до Парижа, и в это время Рененкамф и Самсонов, два русских генерала, захватили практически Восточную Пруссию. Немцам пришлось снимать войска с Западного фронта, Париж был спасен. Но армии Рененкамфа и Самсонова были разгромлены. Одновременно с Восточно-Прусской операцией разворачивалась Галицийская битва. На 450-километровом фронте русские развернули наступление, взяли Львов в сентябре, и открывался путь на Краков. Можно было двигаться, но мобилизационных ресурсов не хватило, потому что мобилизацию-то не закончили. То есть можно было двигаться на Берлин, но боеприпасы были исчерпаны. Вообще у нас с боеприпасами проблема была решена только в 2016 году. До этого нам постоянно не хватало боеприпасов, не хватало винтовок и много чего другого. Только в 2016 году это была проблема решена. Тем не менее Галицийская битва, в которой Австро-Венгрия потеряли 400 тысяч, а русские 150 тысяч, вывела Австро-Венгрию из войны. После этого Австро-Венгрия воевала только при непосредственной немецкой поддержке. То есть уже в самом начале войны Россия по принципу каратэ с одного удара вырубила Австро-Венгрию. Октябрь-ноябрь 2014 года это Варшавская-Ивангородская операция и Лодзинская операция. В ходе этих операций немецкое командование сняло русскую угрозу вторжения в Германию и передвинуло фронт вглубь польской территории. Но нанести поражение русским им не удалось. Запишите, пожалуйста, потери России убитыми и ранеными в 2014 году. Мы потеряли 2 миллиона человек. Австро-Венгрия и немцы почти миллион. Из них 700 тысяч это австро-венгерские потери. Но там очень много пленных, потому что солдаты-швейки сдавались в армию, они не хотели с русскими воевать. На Западном фронте погибло 750 тысяч немцев. В конце 2014 года в войне появился еще один фронт в Закавказье, где 170-тысячная русская армия нанесла поражение 200-тысячной турецкой армии, что облегчило действия британских войск в Месопотамии. В результате кампании 2014 года противники были обескровлены и перешли к позиционной войне. В целом кампания 2014 года закончилась с перевесом в пользу Антанты. Кампания 2015 года. Давайте посмотрим, что происходило в 2015 году. Германия решила сосредоточить все силы на русском фронте и выбить Россию из войны, а потом заняться французами. Потому что на два фронта сил воевать у немцев не было. В начале 15-1915 года 41-я и 42-я немецкая австро-венгерские дивизии, то есть 41-й и 42-м австро-венгерским дивизиям и немецким, противостояло 103 ослабленных русских дивизий. То есть у немцев австро-венгеров получается чуть больше 80, у нас 103. Но наши дивизии были ослаблены. Немцы потом увеличили число дивизий до 140, перебросив опять же с Западного фронта. Мы все время спасали Западный фронт. Русские армии должны были наступать в Восточной Пруссии и на Карпатах, но немцы упредили это наступление и нанесли свой удар. Весна 15-го года оказалась крайне неудачной для русской армии, используя просчеты русского командования и свое превосходство в технике. Запишите, пожалуйста, какое превосходство у немцев было в технике. В 2,5 раза в пулеметах, в 4,5 раза в легкой артиллерии и в 40 раз в тяжелой артиллерии. Так вот, используя это, немцы реализовали горлицкий прорыв, и в результате весь русский Юго-Западный фронт начал отступать. В мае-июне русские очистили Галицию, а затем Польшу. В начале августа пала Варшава. В октябре 15-го года фронт стабилизировался. То есть вывести Россию немцам из игры не удалось, но русская армия получила очень сильный удар. 150 тысяч убитых, 700 тысяч раненых, 900 тысяч пленных, 4 миллиона беженцев. Были утрачены промышленно развитые западные провинции. И вот здесь в России возникла еще одна проблема. Десятимиллионная армия требовала провианта, обмундирования, которых не хватало. Четверть локомотивного парка вышла из строя или была захвачена противником. Цены на основные товары начали расти. И, кстати, за три года войны, три года войны для России, они выросли в 4-5 раз. Неудачи русской армии были обусловлены и пассивными действиями британцев и французов, которым противостояли 90 немецких дивизий. На Западном фронте шла вялая война, которая хорошо описана Хемингоем в романе «Прощай оружие» и еще лучше «Ремарком» на Западном фронте без перемен. Там действительно после того, как Россия спасла Париж, перемен не было. Там шла позиционная война. Вот 15-й год весь – это активные действия немцев на Восточном фронте, на Западном фронте стабильная ситуация. И ни разу французы не предприняли наступление, чтобы облегчить положение русской армии. Но требовали этого от русской армии каждый раз. И русское руководство шло им каждый раз навстречу. Компания 16-го года началась генеральным наступлением немецких войск в феврале на Западном фронте на Верден, который прикрывал подступы к Парижу. Сражение длилось до декабря 16-го года. Стоило жизни 1 миллиону человек, но Париж был спасен. Его во второй раз спасли русские. Дело в том, что в мае 16-го года силами Юго-Западного фронта началось наступление на Восточном фронте. И фронт продвинулся на 80-120 километров на Запад. Это так называемый Брусиловский прорыв. Потери русской армии убитыми, ранеными и пленными составили полмиллиона человек. Австро-Венгерской, которая воевала вместе с немцами, полтора миллиона человек. И для того, чтобы спасти ситуацию, немцы перебросили силы из Италии. И опять же из Франции. В это время ситуация для французов и британцев складывалась очень-очень невесело. Английский подводный, немецкий подводный флот нанес страшный ущерб и британскому военно-морскому флоту. И самое главное, он стал рвать британскую торговлю. То есть произошло то, о чем автор записок о Шерлок Холмсе Конан Дойл предупреждал за несколько месяцев до войны. Дело в том, что в канун войны Конан Дойл написал рассказ «Опасность. История английского крушения». Значит, Конан Дойл описал ситуацию, что очень небольшая страна в Европе, имея всего 8 подводных лодок, блокирует Великобританию подвоз товаров из колонии, подвоз продовольствия, и Британия вынуждена капитулировать. Ну, над Конан Дойлом посмеялись, а когда началась война, уже стало не до смеха, потому что у немцев был великолепный подводный флот. Кстати, и во Второй мировой войне их подводный флот действовал очень здорово. И Британия потеряла тоннаж, равный тоннажу всего ее торгового флота. Она во время войны, то есть немцы толбили их со страшной силой. В то же время успехи немецких подводных лодок ускорили вступление в войну США. Хотя и здесь не все так просто. Кто знает, какой эпизод подтолкнул Соединенные Штаты к вступлению в войну? Лузитания. Совершенно верно. Вот теперь я вам расскажу историю с Лузитанией, чтобы вы знали, что за этим стоит. Значит, 7 мая 1915 года немецкие подводные лодки потопили недалеко от берегов Англии. Американский корабль Лузитания. Провокация с Лузитанией стоит в одном ряду таких провокаций англосаксов, как взрыв корабля Мэн в 1898 году, когда у берегов Кубы взорвался американский корабль. Американцы обвинили в этом испанцев. Начали войну, которая закончилась тем, что испанцев выдавили с Кубой, и Куба стала фактически под контроль на США. Дальше. Декабрь 1941 года. Пэрл-Харбор. Рузвельт прекрасно знал, что японцы будут бомбить Пэрл-Харбор. Он не дернулся даже, потому что ему нужен был повод для вступления в войну, поскольку избирателям он обещал, что Соединенные Штаты в войну не вступят. Дальше. Инцидент в Танкинском заливе. Август 1964 года. Когда американцы заявили, что их корабли обстреляли вьетнамцы. И это стало причиной для начала Вьетнамской войны. Ну, наконец, взрыв башен 11 сентября 2001 года. Так вот, ситуация с Лузитанией, она в этом ряду. Она такова. Судно перевозило через Атлантику, в Англию, 1200 пассажиров. Из них только 195 были гражданами США. Пассажиры, однако, не знали, что в трюмах Лузитании находилось 6 миллионов единиц боеприпасов. Это было прямое нарушение подписанного США протокола нейтральной державы. Боеприпасы принадлежали одной из компаний Джона Пирпонта Моргана. А куплены они были на заем в 100 миллионов долларов, выделенные Моргану французскими Ротшильдами для поставок французской армии. Каким-то образом немцы узнали о том, что Лузитания будет перевозить военный груз. И они сделали следующую вещь. Они разослали в 50 газет в каждый штат, в центральных газет Соединенных Штатов, заявление о том, что гражданские лица не должны плыть на этом корабле. Потому что им грозит опасность, поскольку судно везет военный груз. Только одна газета из 50 в штате Айова, город Демойн, опубликовала это заявление немцев. Остальные газеты проигнорировали. То есть, совершенно спокойно Лузитания пошла через Атлантику. Через Атлантику они шли, немцы их не трогали, потому что они понимали, что если они их тронут, это казус Белли, повод к войне. И немцы, повторяю, не стали топить. Оно благополучно пересекло океан и пришло, так сказать, к английскому побережью. Но чтобы приставить к берегу, Лузитания нуждалась в судне Лоцмани. И вот это судно Лоцман, Джуна, оно должно было встретить. Но оно так и не появилось. Потому что первый лорд адмиралтейства, Черчилль, совершенно, так сказать, дал команду этому судну идти в другое место в это время. И Лузитания три-трое суток болталась вдоль побережья. Она дрейфовала. И потерявшие терпение немцы решили пустить ко дну ее, потому что там 6 миллионов единиц боеприпасов. Они не могли это допустить. К этому времени британцы уже владели многими секретами Второго рейха, поскольку им удалось взломать немецкие шифрокоды. И у Черчилля была информация о том, что вблизи Лузитании находятся три немецкие подводные лодки с вполне очевидными намерениями. Но Черчилль и пальцем не пошевелит, чтобы спасти ситуацию. Ему нужно было, чтобы у американцев был повод вступиться за британцев в войне. Ну и в конце концов немцы потопили Лузитанию. И это произошло в 15-м году. Но это очень сильно изменило настроение американского общества по отношению к Первой мировой войне. И в 17-м году американцы вступили в военные действия. Но мы забежали вперед, потому что сейчас мы говорим о 16-м годе. К осени 1916 года русское население впервые ощутило тяготы войны. К этому времени было мобилизовано 15 миллионов человек, около 40% трудоспособных мужчин, и реквизировано было 2,5 миллиона лошадей. Посевная площадь из-за нехватки рабочих рук уменьшилась на 12%. Сбор хлеба на 20%, сократился сбор картофеля. То есть население стало испытывать тяготы войны. В 1916 году в 31-й губернии была введена продоразверстка. Обычно продоразверстку связывают с большевиками. На самом деле продоразверстка была введена в 16-м году во время мировой войны. С 1915 года стало нарастать забастовочное движение. Начались волнения в деревне. Антивоенные волнения возникают в армии, вспыхивают восстания на окраинах. В 1916 году вспыхнуло мощное восстание в Средней Азии и Казахстане под руководством Имамова и Джангельдина, которое было, естественно, подавлено. Война потребовала огромных финансовых затрат, которые покрывались за счет налогов и займов. Причем займов как внутренних, так и внешних. Британцы и французы ничего нам так не давали, несмотря на то, что мы спасли дважды Западный фронт и Париж. Все за деньги и все под большие проценты. В результате экономическая и финансовая зависимость России от Запада выросла, но преувеличивать ее значение тоже не стоит. Буржуазия русская, при том, что шла война и вроде бы патриотический долг работать на правительство, русская буржуазия, при патриотической риторике, она исходила из прагматических соображений, она втридорого продавала боеприпасы, все, что связано вообще с ведением войны, начиная от мундиров и кончая пуговицами, втридорого продавала армии, частный сектор, ничего не поделаешь. Это то, чего у нас не было во время Великой Отечественной войны, потому что все для фронта, все для победы. Вот такой лозунг «все для фронта, все для победы» во время Первой мировой войны был невозможен, потому что был класс буржуазии, который просто наживался на этой войне. Компания 1917 года отличалась от предыдущих компаний, потому что произошла февральская революция в России, и в войну вступили в США. Центральные державы к этому моменту со всей естественностью они ослабли, и ситуация складывалась в пользу Антанты. Вообще нужно сказать, что уже в 1916 году представители развед- и контрразведуправления генерального штаба доложили царю, что война выиграна, но предупредили они, через 20 лет в Европе будет новая война, поэтому нужно национализировать военную промышленность. Николай II не отреагировал. То есть в конце 16-го года в России была уверенность, что война выиграна, и в военном плане так оно и складывалось. Но все изменила февральская революция, а февральская революция – это отдельная лекция, сейчас мы говорим о войне. Значит, положение Антанта было таково. 425 дивизий у стран Антанты в начале 17-го года, 20 миллионов человек под ружьем, противника было 331 дивизия, 10 миллионов человек. То есть в соотношении 2 к 1. Но нужно сказать, что, повторяю, за счет очень хорошей сети железнодорожной очень легко удавалось перебрасывать войска немцам с востока на запад, с запада на восток и компенсировать таким образом вот это соотношение сил. Плюс железная дисциплина, великолепно обученная пехота. Действия на Восточном фронте в 17-м году носили вплоть до конца июня локальный и позиционный характер. Русская армия потихонечку разваливалась после февральской революции. Ну и для того, чтобы воздействовать на ситуацию внутри страны политическую, временное правительство приказало русской армии начать наступление в конце июня. И закончилось это наступление контрударом немцев, Тарнопольским прорывом, после чего русская армия просто развалилась. То есть можно сказать, что в июле 17-го года русская армия почти прекратила свое существование. Были отдельные очаги, которые сопротивлялись. В сентябре немцы заставили русских оставить Ригу. В октябре они овладели Монзунским архипелагом. Но, повторяю, русской армии уже к этому моменту не существовало. Ну и у немцев были проблемы. На 24 октября был намечен выход Австро-Венгрии из войны. Но 25 октября, по старому стилю, произошел большевистский переворот, и эта опасность была ликвидирована. Правда, немцев поджидала опасность там, где они ее не ждали. Это революция 8-9 ноября самой Германии, 18-го года. Правда, до этого немцы показали еще, как они умеют воевать. После того, как был заключен Брестский договор мирный, немецкая армия, это был февраль 18-го года, немецкая армия навалилась на французов, ну и, естественно, на американцев, которые 2 миллиона были переброшены. И 5 месяцев немцы метелили французов и американцев. Ну и те стояли насмерть, и в результате немецкая армия просто выдохлась. Выдохлось ее наступление. 21 марта началось вот это наступление в Пикардии. Значит, у немцев было... Немцы воевали, у них было тысяча самолетов. Вообще, нужно сказать, что немецкая авиация показала себя очень хорошо в Первой мировой войне, причем в основном немецкими авиаторами были выходцы из аристократии. Ну, например, Геринг. И был только один случай в немецкой авиации, когда авиатором, причем довольно известным, был упертый крестьянин по происхождению. Это был человек по фамилии Мюллер. Ничего не говорит эта фамилия. 17 мгновений весны, кто смотрел? Вот это тот самый Мюллер, шеф гестапо, который выходец из крестьян, но он научился летать на самолете. Хотя, повторяю, авиация, это было аристократическое развлечение в Германии. Так вот, Мюллер, это редкий случай, когда человек крестьянского происхождения стал, так сказать, авиатором. До середины 18-го года немцы постоянно наступали. Однако, летом был достигнут перелом, и немецкая армия начала отступление. И здесь англо-американцы их обманули. Было предложено начать мирные переговоры. И пока шли мирные переговоры, произошла революция. И 9 ноября монархия в Германии была свергнута. 11 ноября Германия подписала Компьенское перемирие. В результате война закончилась поражением Второго рейха. И нужно сказать, что Восточный фронт сыграл огромную роль в мировой войне 14-18 года. Россия, по сути, вывела из войны Австро-Венгрию и несколько раз спасала союзников. Но союзники ответили очень просто. Союзники ответили участием в свержении монархии в России. Следующая наша тема. Февральская революция. Первый блок называется «Развитие революционного кризиса в России. Февраль-июнь 1917 года». Первое. Социально-политические причины. В скобках. Отставание социально-политической сферы от экономической. Точка с запятой. Изоляция и кризис самодержавия. Радикализация масс. Второе. Экономические причины. В скобках. Неравномерность экономического развития, запятая. Столыпинская реформа. Третье. Первая мировая война. Четвертое. Кризис верхов. Точка. Управленческий кризис. Пятое. Заинтересованность союзников в свержении монархии в России. Второе. Римская. Февральская революция. Мы по инерции называем это февральской революцией. Я называю. Хотя на самом деле это был дворцовый переворот. Февральская революция. Первая арабская. Переборы с хлебным снабжением. Уличные волнения в Петрограде. Точка. Демонстрация работниц Петрограда 23 февраля 2017 года. Всеобщая политическая стачка здесь же 25 февраля. Реакция властей. Второе арабское. Позиция запасных батальонов гвардейских полков. Точка. Ситуация в литовском и волынском полках. Точка. Тимофей Иванович Кирпичников. В скобочках. Старший фельдфебель волынского полка. Это специфическая фигура. Вот. Имеет смысл его запомнить. Переход солдат на сторону бунтующего населения. Третье. Вооруженное восстание 27 февраля. События в ночь с 27 на 28 февраля. Четвертое. Механика заговора против монархии. Пятое. Отречение царя в ночь с 1 на 2 марта. Третье римское. Основные периоды развития революционного кризиса в феврале и июне 2017 года. Первое арабское. Борьба либеральных партий и социалистического блока по вопросу о войне и мире. Второе арабское. 19 апреля-2 июля. Первое коалиционное правительство. Точка запятой. Первое коалиционное правительство. Борьба умеренных социалистов с Петросоветом. Петросовет с большой буквы. И большевиками. Четвертое римское. Изменение властной организации России. Первое арабское. Образование Временного комитета членов Государственной Думы. 27 февраля 1917 года. В скобках председатель, октябрист Родзянко. Второе арабское. Образование Петроградского совета рабочих депутатов. Тоже 27 февраля 1917 года. Председатель. Меньшевик Чхеидзе. Товарищи председатели. Дело в том, что товарищами называли тогда заместитель. То есть товарищ председатель это заместитель председателя. Значит товарищи. Трудовик Керенский. Меньшевик Скобелев. Точка. Роль Керенского в событиях. Третье арабское. Временное правительство. Министр-председатель Львов. В скобочках. Образовалась 2 марта. Точка с запятой. Декларация с большой буквы 3 марта. Точка с запятой. Специальный указ 5 марта о передаче власти на местах. Четвертое. Демократизация общественно-политического строя или социальный развал. И знак вопроса. Пятое римское. Основные политические силы и партии в революции. Первое арабское. Либеральные партии. Вообще февральская революция или февральский переворот это идеальная модель заговора. Вот то, как была свергнута монархия в России, это просто расписанный, великолепно исполненный заговор, который внешне был представлен как совокупность бунта одних, неактивности других. На самом деле это вот, когда в форме какой-то глупости, на самом деле это был хорошо продуманный заговор, в чем-то даже идеальный. Вот мы потом посмотрим, сначала мы посмотрим, каков общий расклад, а потом я вам расскажу механику заговора. Кстати, некоторые черты февральской революции, они потом были воспроизведены в советскую перестройку на последней ее стадии. Там тоже была некая последовательность действий, хотя более бестолковая. Значит, либеральные партии. А. Союз 17 октября, в кавычках. Кто мне напомнит, кто был лидером октябристов? Гучков. Совершенно верно. Значит, Союз 17 октября, в скобочках, Гучков. И, в кавычках, прогрессисты, Коновалов. Б. Конституционно-демократическая партия, то есть кадеты. Кто мне напомнит лидер кадетов, кто был? Милюков. Совершенно верно. Конституционно-демократическая партия. Милюков. Двоеточие. Эволюция России по западному образцу. Это их точка зрения, что Россия должна эволюционировать по западному образцу. Точка запятой. Национализация помещичьей земли за выкуп. Это они исходили вот из необходимости. Второе. Умеренные социалистические партии. А. Правые эсеры. Кто мне напомнит лидер правых эсеров? Человек, который задал Ленину вопрос, а ведь вы, наверное, меньшевиков повесите после революции. На что Ленин сказал, да, после того, как повесим последнего эсера. Виктор Михайлович Чернов. Чернов. Правые эсеровские обучения Чернов. В. Меньшевики. Церетели. В. Цели и задачи умеренных социалистов. Двоеточие. Двоеточие. Углубление буржуазно-демократической революции. Революционное оборончество во внешней политике, то есть продолжение войны. У эсеров социализация земли. Кто мне напомнит, в чем разница между социализацией земли и национализацией? Так. А социализация? Ну, общинам. Правильно. Третья арабская. Радикальные социалисты. Радикальные социалисты. Записываем. А. Большевики. Точка запятой. Возвращение Ленина 3 апреля 2017 года. Кстати, очень интересное совпадение. Как только Соединенные Штаты решили вступать в войну, через неделю Ленин оказался в России. Возвращение Ленина 3 апреля 2017 года. В скобочках записываем название статьи. В кавычках. Задача пролетариата в данной революции. Задача пролетариата в данной революции. Или еще эта работа называется «Апрельские тезисы». Но «Апрельские тезисы», поскольку она написана была в виде тезисов, это очень важная работа. Значит, задача пролетариата в данной революции «Апрельские тезисы-курс на перевод буржуазно-демократической революции в социалистическую». Лозунги. Двоеточие. Лозунги. Вот очень интересная вещь. Ленин приезжает в Россию. Его встречают представители Временного правительства. И в этой ситуации Ленин не может сказать «Долой Временное правительство». И он идет по другому пути. Он говорит «Вся власть советом». Но если вся власть советом, то какая власть остается Временному правительству? И второй тезис. Никакой поддержки Временному правительству. То есть формально он не призывает к свержению. Но никакой поддержки. Записываем, значит, лозунги большевиков. вся власть советом и никакой поддержки временному правительству б левые сэры комков спиридонова в анархисты как вы думаете кто был на тот момент самым известным анархистом в семнадцатом году в россии он был уже старенький старенький кропоткин совершенно так и пишем кропоткин следующем 18 году кропоткин умрет и анархисты попросятся который анархисты которые сидели в тюрьмах у большевиков они попросятся на похороны и дадут честное слово дзержинскому что после похорон они вернутся в тюрьму абсолютно все вернулись в тюрьму поучаствовали в похоронах и вернулись правые 4 арабская правые а а кто мне напомнит как на какие-нибудь правые организации союз русского народа союз михаила архангела скобку закрыть запрещены временным правительством а смотрите если правые запрещены то кто автоматически становится правом в условиях революции как и какие партии те кто был в центре то есть октябристы и кадеты становятся октябристы правые кадеты центр склоняющийся к правом умеренные социалисты становятся центром а крайне левые становится просто левыми 6 римская первые шаги временного правительства и петросовета кстати почти все члены петросовета и временного правительства были масонами это не значит что масона это все организовали но это был очень важный момент 1 арабская приказ номер один петросовета от 28 февраля кто помнит что был за приказ номер один петросовета нет 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 не выступление армии вот представьте 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 мы с вами совершили переворот кто для идет война кто является самой опасной силой для тех кто организовал переворот тем более что 27 28 февраля мы разгромили все полицейские участки полиции и жандармерии нет так вот жандармерии полиция разгромлена кто главная опасность для нас кто может нарушить наши планы армия которая которую могут снять фронта значит что мы должны сделать мы должны разрушить армию кстати затем перри вот эти вот заговорщики они честно признали что им было плевать на поражение россии им нужно было разрушить армию приказ номер один петросовета 28 февраля тире начало развала армии было разрешено не отдавать честь в армии вне боевых действий но естественно ее вообще перестали отдавать офицеров начали убивать в армии начало развала армии второе политическая амнистия кстати по которой вышло очень много уголовников и петроград захлестнула волна террора ликвидация сословного строя национальных и религиозных ограничений третье реформа местного самоуправления в скобочках положение о выборах в новой организации местного самоуправления положение выборах в новой организации местного самоуправления 15 апреля из этого ничего не вышло минома на местах был классический бардак четвертое аграрная политика скобочках объявление 19 марта о подготовке аграрной реформы точка запятой создание земельных комитетов точка запятой создание крестьянством своих комитетов дело в том что вот эти меры забегая вперед временного правительства запоздали крестьяне уже начали свой передел помните я вам говорил что после того как с 1893 года пошли переделы земли в деревне запомнить мы с вами отсчитывали 1893 плюс 12 1905 русская революция 1905 плюс 12 17 году крестьяне сами уже начали делить земли в деревне кстати у есенина есть замечательная поэма анна снегина там вот это там очень хорошо показано сказать как фон вот этот передел крестьянский который уже начался в деревне в семнадцатом году крестьяне крестьяне наплевали на временное правительство на их земельную планы земельной реформы они де-факто они уже начали передел земли 5 арабская рабочий вопрос курс временного правительства на примирение труда и капитала 8 часовой рабочий день не получил законодательного оформления но петросовет его ввел де-факто шестое арабская национальная политика двоеточие закон 20 марта об отмене религиозных и национальных отличий а кто помнит из школьной программы какие страны сходу 2 точнее это области российской империи они вот вышли в самом начале после февральского переворота какие две страны вышли из состава россии ну по логике в счет здравого смысла есть не знаете подумайте о финляндии совершенно верно и польша совершенно совершенно верно финляндия 17 марта независимость польши июль независимость финляндии ну просто горячие финские парни они долго раскачивались поэтому значительно позже поляков сработали 7 экономическая политика закон 25 марта о хлебной монополии государства опять обратите внимание хлебную монополию ввели не большевики сначала ее ввели временщики временное правительство 7 римская политическая ситуация в апреле июне тире самовоспроизводящийся политический кризис 1 арабская апрельский политический кризис скобочка 18 апреля и первое коалиционное правительство второе первый всероссийский съезд советов 3-24 июня семнадцатого года а кто знает когда был второй съезд советов и что на нем произошло так это булка из другого анекдота совсем так второй съезд советов на нем были произнесены одним человеком слова революция необходимости которые твердили большевики свершилась да совершенно верно а помните я вам говорил о том что имеет смысл посмотреть некоторые советские фильмы вот кто посмотрел фильм ленин в октябре ленин 18 году посмотрите потому что эти фильмы насквозь идеологизированы там много фальши но там правда в другом правда в человеческих типах которые показаны я вам очень рекомендую посмотреть эти фильмы ленин в октябре ленин в семнадцатом году третья арабская июльский политический кризис . запятой 18-20 июня наступление и поражение русской армии мы с вами только что говорили об этом в лекции о первой мировой войне 18 22 июня наступление поражение русской армии она была не подготовлена просто временному правительству нужен был успех это была чистая авантюра которая провалилась обострение политической ситуации в петрограде в конце июня первые дни июля семнадцатого года это была первая попытка большевиков захватить власть которая провалилась июльский кризис 8 римская выводы характер и особенности февральской революции многоуровневый заговор в условиях нарастания экономических и сада социально-политических проблем значит вот эта вот структура темы значит теперь мне нужно чтобы вы даже сейчас это не столько записывали сколько поняли логику вещей любая революция это очень сложный объект для изучения дело в том что с одной стороны революции не происходят без системных предпосылок то есть должны быть некие предпосылки системные но без наличия субъекта способного совершить революцию ни одна революция не сработает у нас бытует такой такой такая пара терминов объективные предпосылки и субъективный фактор их ввел свое время ленин под объективными предпосылками он имел в виду социально-экономические проблемы как он говорил обнищание низов когда низы не могут не хотят когда низы не могут а верхи не хотят жить по-старому то есть кризис низов и верхов и обострение свыше необходимого говорил он бедствий бед труд бед труд бед трудящихся вот первые два тезиса его верны во вторые далеко не всегда срабатывают дело в том что когда народ бедствует как правило у людей вся энергия уходит на то чтобы выживать и история серьезных революций крупных показывает что революции происходят не тогда когда все опустились на дно а когда дно пройдено и начинается подъем но людей раздражает медленность этого подъема то есть когда они уже думают не том как бы набить желудок или сказать лишнюю бутылку молока ребенку а когда это уже гарантированно то есть желудок немножечко сытый но хочется чтобы быстрее все происходило вот революции чаще всего происходит такой момент и кроме того ленин назвал субъективным фактором наличие партии которая поведет к революции то есть на самом деле вот здесь допустил логическую ошибку не знаю почему может потому что единственная четверка которую он умел в гимназии было по логике я помню когда я впервые посмотрел его диплом в окончании гимназии где-то думал я это смотрел в книжке володь которая называлась там молодой ленин и эту книжку получил в первом классе после окончания первого класса естественно это было советское время я думал ленин на все пятерки учился открываю бах по логике четверка и вот может быть потому что его по логике была четверка но на самом деле субъективный фактор это наше представление о чем-то действительно субъективная а вот когда есть некая сила которая контролирует вещество энергию информацию то есть деньги массы потоки информации это не субъективный фактор это самый настоящий это объективный фактор но это объективный субъектный фактор то есть есть некий субъект то есть объективные факторы это системные предпосылки и субъектные если нет субъекта который будет действовать то как правило все заканчивается не революции а восстанием бунтом и этим все заканчивается революция это прежде всего финансово организационное мероприятие должна должен быть субъект должна быть организация у нее должны быть деньги чаще эти деньги откуда взять ну например русских революционеров я вам уже рассказывал мы когда с вами говорили в первой же лекции о революции 5 года спонсировала буржуазия и особенно старообрядцы а как вы думаете кто кто мне напомнить мы с вами говорили так скользко почему русская буржуазии финансировала и либералов и сэров например какой им резон был их финансировать и почему либералы всячески искать не давали власти давить революционеров очень хорошо об этом сказал один из наших правых политических деятелей он сказал разница между либералами и революционерами заключается в том революционер говорит правительству сделаю уступку иначе я брошу бомбу а либерал говорит сделаю уступку иначе он бросит бомбу и вот это вот натравливание натравливание революционеров либералами буржуазии буржуазия давила на правительство чтобы вырвать у него некие преференция давила на с помощью сказать вот видите что происходит дайте нам конституцию мы решим этот решим этот вопрос но как оказалось буржуазия и старообрядцы резали пилили сук на котором сами сидят и старообрядцы и буржуазии после семнадцатого года от большевиков получили по полной по полной программе так вот в чем сложность анализа революции сложно анализировать вот этот суп если системными предпосылками но все понятно вот экономические проблемы социальные все понятно значительно труднее выявить вот этого революционного субъекта который многосоставный он как правило внутри страны а вне страны его поддерживают заинтересованные заинтересованы государства и это естественно придет русско-японская война но естественно японцы заинтересованы были в чтобы давать деньги либералам и большевикам чтобы они подрывали свое правительство и в этом отношении вот этот заговор который мы называем февральской революцией он многосоставный там было сразу несколько субъектов давайте сначала посмотрим как развивались события внешне а потом посмотрим что было за этим значит во второй половине февраля 17 года начались проблемы со снабжением петрограда хлебом хлеба было достаточно сначала но начались перебои с его доставкой а потом кто-то странным образом взял и забрал в армию мобилизовал хлебопеков петрограда вроде бы случайность но в петрограде действительно не стало резко уменьшилось количество хлеба тут вдруг начались перебои с подвозом хлеба хлеб в стране есть а в петрограде его нет и в результате началась забастовка путиловских рабочих 18 февраля власти ответили то есть владельцы ответили увольнением в ответ всеобщая забастовка 23 февраля и вот этот день 23 февраля по новому стилю это как будет по новому стилю что такое 23 февраля 8 марта советское время шутили что 23 февраля 8 марта разделяют 15 суток вот молодежь уже не помню не что такое 15 15 суток это был традиционный срок в советском союзе за хулиганство вот 15 суток то есть 23 февраля 8 марта 15 суток то есть по старому стилю 23 февраля началась революция сами те революционеры февральский они называли мо великой мартовской революцией значит царь в это время находился в могилеве его убедили что это полная ерунда это какие-то хулиганствующие элементы если был холодно ним сидели дома а поскольку тепло вот они выходят и бузят но 25 февраля в питере баста выше вышла на демонстрацию 300 тысяч человек бастующих и многие из них вышли на демонстрации командующий петроградским военным округом хабалов 26 февраля приказал стрелять 50 убитых и в это время все решил переход солдат петроградского гарнизона на сторону восставших началось с павловского полка а потом перекинулись на другие 27 февраля почти 70 тысяч солдат из 180 тысяч были уже на стороне восставших причем вот как это было в плаву павловском полку солдаты что такое было вообще почему вдруг оказались запасные запасные полки в питере странным образом это была большая ошибка царского правительства петрограде концентрировались так называемые запасные полки которые должны были отправлять на фронт ясно что солдаты где вы там офицеров было уже мало солдаты ходили по питеру задевали прохожих лузгали семечки на фронт им очень не хотелось они понимали что их отправят на фронт и они всеми силами хотели остаться естественно в петрограде так называемые запасные полки и вот в этом павловском полку сказать там офицеров было один-два сказать ну и все и когда началась буза один из офицеров пришел и скомандовал чтобы солдаты сидели тихо и не выходили солдаты успокоились и офицер стал бы пошел на выход из казармы в это время человек по фамилии фельдфебель тимофей кирпичников взял винтовку и выстрелил ему в спину после чего естественно тут массовая вот массовая психология она сказать такая на 1 и она другую сторону убили офицера и все побежали и вот с этого момента вот это вот то тот камешек который сорвал лавину и павловский полк перешел на сторону народа за ним последовали другие полки тимофей кирпичников стал после февральской революции героем его портреты выставлялись во всех в магазинах в аптеках тимофей кирпичников это просто герой после октябрьской революции он оказался на дону пришел к атаману каледину и сказал я тимофей кирпичников хочу бить большевиков монголизин сказал кирпичников вот тот самый который убил офицера он сказал да так точно но он вызвал казаков сказал расстрелять кирпичникова вывели во двор и расстреляли вот но повторяю первые месяцы после революции это был герой его портреты были везде из-за этого героя спрятались реальные заговорщики 27 февраля восстание победила и в ночь с 27 на 28 февраля были разгромлены жандармские участки полицейские участки городовых убивали топили в в неве то есть она была самая настоящая вакханалия 27 февраля произошло несколько важных событий во первых рсдрп большевики как для которых все это было вообще ну совершенно новостью они сделали заявление ко всем гражданам россии большевики объявили революцию победивший революцию которой они не имели никакого отношения и выдвинули задачу создания временного правительства проглашение республики ну такой типичный сказать их бла-бла-бла вторая вещь была объявлена о создании временного исполкома петроградского совета рабочих депутатов петра совет его возглавили меньшевик чхиидзе заместитель меньшевик скобелев и социалист керенский от большевиков шляпников вот кроме шляпников все остальные были масоны третье думцы образовали временный комитет для восстановления порядка и вот это очень интересный момент думцы в это время вот этот временный комитет в него вошли представители всех четырех дум но в это же в это время существовала государственная дума но ее отодвинули думцы из этой же думы и в те кто был в предыдущих думах и они создали вот этот временный комитет для восстановления порядка то есть на самом деле это был орган абсолютно в нелегальный нелегитимный они отодвинули думу то есть это был двойной переворот потом свержение царя но и думу они отодвинули царь тем временем переехал в псков и генерал алексеев сначала отдал приказ на двинуть на петроград карательные войска а затем отменил его согласившись радзянка о необходимости отречения царя в ночь на 2 марта царь отрекся за себя и в нарушении статьи 37 российских законов он отрекся и за сына в пользу брата михаила 3 марта михаил отказался от принятия престола до созыва учредительного собрания их обоих пугали некоторые историки повторяю говорят что подпись поддельная но дальнейшие поступки царя говорят о том что он действительно отрекся от престола и вот теперь давайте посмотрим на механику заговора она очень интересна февральский переворот это четыре заговора в одном первое это заговор членов царской семьи которые хотели убрать николая и чтобы его сын алексей стал царем вот этот мальчик больной гемофилии но при нем регент второе заговор да вот эти хотели от только отстранить николая заговор генералов алексеев русский русский они тоже хотели отстранить царя но они не хотели упразднение монархии третье заговор бывших думцев все они были масонами можно сказать что этом масонский заговор в том смысле что их объединяла масонская дисциплина кстати по воспоминаниям многих масонов же в тридцатые годы опубликованным они прямо сказали о том что уже в январе семнадцатого года масонским организациям петрограда вот сказать была дана команда готовить списки людей которые возглавят органы власти и все эти последние заговор союзников прежде всего британцев и французов в январе семнадцатого года посол великобритании бьюкенен на встрече с николаем вторым высказался в том плане что в общем то николай второй лучше бы ему оставить престол что должен был бы сделать николай второй вообще нормальный монарх он должен был в течение 24 часов вышвырнуть бюкенена из россии предложить ему убраться николай этого не сделал заговорщики постоянно ходили в британское посольство они постоянно находились в контакте и если бы представьте война главный финансист войны великобритания главный человек здесь британец бьюкенен если бы он только сказал никаких переворотов ничего бы не было но британцы были заинтересованы в свержении монархии в россии дело в том что война уже практически была выиграна а как вы помните в 16 году союзники прежде всего британцы признали права россии на стамбул к снятополь и на проливы представляете они вот не договорились с царем теперь царя свергают и к власти приходят про британские люди гучков и милюков были англофилами и они получат поддержку британцев но они не посмеют просто мало того что британцы устанавливают контроль над этим правительством вот этих вот профессоров британцам не надо будет отдавать обещанное это был очень важный момент причем если царской царские родственники и генерала хотели восстановление монархии британцы и думцы шли к республике но они прекрасно понимали что вот сразу невозможно установить республику поэтому мы играем в игру лисичка со скалочкой сначала к искалочка постоит потом я тут сказать на приступке а потом сказать заяц поди вон значит сначала мы свергаем мы отстраняем царя от власти но у нас будет монархия и вроде бы как договариваемся с михаилом потом михаилу объясняем и генералом тоже народ всех порвет поэтому монархии не будет через 24 часа позиции меняется монархии не будет будет республика и вот вот эта многоходовка сначала убираем царя потом убираем сказать наследника его которого признал михаила а потом республика и вот вся эта схема была реализована очень грамотно причем решающую роль в этом сыграл человек который сначала вроде бы казалось по крайней мере так следует из обычных исследований о февральской революте который был на сказать не главным он не был лидером временного правительства это человек александр федорович керенский при том что вроде мы очень много знаем сказать по своей истории но тем не менее как только начинаешь сказать копать как только начинаешь но реально задавать вопросы оказывается мы очень многого не знаем и оказывается что очаг нереальный нарисован на холсте вот все знают что александр федорович керенский он сын федора керенского и этот человек он искать из семьи духовенства копаешь и возникает другая версия сказать она вполне возможна что и это трудно сказать какая из них по другой версии федор керенский был вы крестом а евреем вы крестом мать официально керенского некая адлер по одной версии немка по другой еврейка еще одна версия что керенский вообще не родной сын федора керенского а был усыновлен им и из арона кирбица стал керенским в любом случае семья керенских и семья ульяновых они очень хорошо знали друг друга по симбирску и после того как был казнен старший брат как умер отец ленина и был казнен старший брат его федор керенский отец керенского но он не стал опекуном формально ульяновых но он очень активно помогал их семье и очень активно помогал сказать двигаться самому володю ульянову чтобы мы не чинили препятствия из-за его проблем там и так далее то есть это вот два человека из симбирска кто такой что такой был керенский как профессионал практически все юристы современники говорят что в профессиональном плане керенский был трехрублевый адвокат трехрублевыми адвокатами называли в россии дешевых и очень слабеньких адвокатов по психотипу это был классический истероид который себя умел заводить и очень часто падал в обморок то есть он действительно заводил себя человек керенский был уверен в своем сказать высшем предназначении и вот этот человек который вроде бы формально профессионал слабенький истероид формально не годился в лидеры тем не менее он оказался в лидерах причем именно керенский соединил петросовет да сам керенский сказал что он в двенадцатом году вступил в филиал ложи великий восток франции великий восток россии в двенадцатом году скорее всего это произошло раньше но главное заключается в том что хотя в первом правительстве он был всего лишь министром труда он тесно связывал петросовет и временное правительство вот это вот этот момент когда одновременно возникли временное правительство и петросовет называется двоевластием вообще нужно сказать что двоевластие в россии возникает каждый раз в ситуации смуты кто мне напомнит какое у нас двоевластие было в начале 17 века в ходе первой русской смуты примеры двоевластия не 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 иван четвертый сказать иван четвертый двоевластие не не совместное совершенно верно второй лжедмитрий и сказать втушина и василий шуйский один вариант двоевластия семнадцатом году петросовет и керенский двоевластия последней нашей смуты горбачёв против ельцина а затем горбачёв против ельцин против верховного совета то есть как только возникает двоевластие это значит в россии смута потому что в россии власть может быть только одна которая не делится ни на двоих ни на троих потому что если она делится это уже не власть так вот керенского в министры выдвинут министра труда выдвинул петросовет и керенский говорил что он является министром в отличие других министров временного правительства волей народа и перед керенским пасовал даже лидер временного правительства львов то есть роль керенского самого начала была значительно выше чем его формальный статус. Кроме того, Керенский сразу же поставил под контроль две вещи. Была арестована царская фамилия, когда в марте он тут же взял под контроль, и он сказал, что он будет относиться, что он является тюремщиком царской семьи не в юридическом плане, а как Марат. Помните такого деятеля французской революции, кровожадного, которого зарезала Шарлотта Корде, когда он принимал ванну? Это был такой кровожадный деятель французской революции, то есть Керенский сразу зафиксировал свою позицию по отношению к царской семье. Кроме того, были арестованы царские министры. Этот процесс Керенский тоже взял под контроль. То есть практически все важные проблемы, судьба царской семьи, судьба министров, она оказалась под контролем у всего лишь министра труда, которого ждали, слово которого ожидалось очень важно. И Керенский потом признал, что за ним стояли очень серьезные теневые силы, и силы эти были вне России. Правда, нужно сказать, что Керенский, который написал, он умер в 1970 году, в 1970 году в больнице для бедных. Может быть, он лукавил, сказав одну из последних фраз в своей жизни, а может, он действительно одумался, когда журналист пришел к нему в больницу и спросил, как вы думаете, что нужно было сделать, чтобы не было большевистской революции? Керенский сказал, нужно было расстрелять одного человека. Журналист спросил, Ленина? Нет, сказал Керенский. Керенского. Ну, трудно сказать. Дело в том, что Керенский был, как это бывает часто у истероидов, классическим позером. И для него поза была очень важна. Трудно сказать, позировал ли он этой фразой или нет, но в любом случае, этот человек сыграл огромную роль в событиях после февраля сразу, ну и вплоть до прихода большевиков, когда ему пришлось бежать. У нас часто очень говорят, Керенский бежал, переодевшись в женское платье. Это миф. Он бежал, он по-другому. Он надел большие очки и шлем своего шофера и таким образом ушел. Никакого женского платья не было. Это распустили слух, чтобы его, так сказать, лишний раз макнуть. Внешне представляете, так сказать, Керенского портрета? Посмотрите обязательно. Это очень интересная вещь, потому что очень странное лицо, так сказать, такое часто не вполне нормальное. Но Керенский был фантастически популярен, особенно у женской части, так сказать, Петербурга. Он ходил в таком военном, полувоенном френче, выступал с речами и его действительно буквально носили на руках. То есть, это был кумир первые 2-3 месяца, по крайней мере, просто вот Керенский, это равно революция. Он упивался своей властью и в какой-то момент поверил, что он не марионетка чьих-то, чья-то, а серьезный человек. Значит, 1 марта Петросовет издал знаменитый приказ номер один о создании в армии солдатских комитетов. И он вывел Петроградский гарнизон из подчинения старшему командованию и отменил титулование офицеров и отдачу им чести вне службы. Ясно совершенно, что сразу перестали отдавать честь во время службы. Участились убийства офицеров в армии. Петроградский гарнизон получил бонус. То есть, теперь их нельзя послать на фронт, они так и будут здесь сидеть. У них кровный интерес в поддержке Временного правительства и Петросовета. И в армии стали создаваться солдатские комитеты. Вы представляете, что такое солдатский комитет в армии? Хотим, идем в бой. Не хотим, идем в бой. Не идем в бой. 1 марта Петросовет и Временный комитет начали переговоры об образовании Временного правительства. Повторяю, основная масса людей с обеих сторон, двоевластия, были членами различных масонских лож. Было создано первое правительство. Единственным социалистом в нем был Керенский. Он, повторяю, был министром юстиции, трудовик министра юстиции. Трудовик, социалист – это очень, так сказать, такой легкий переход. Но, повторяю, его роль была значительно важнее, чем роль Львова, который был председателем. В России в марте 1917 года официально возникло двоевластие. Но, повторяю, это были два сообщающихся сосуда. При том, что действительно у них были проблемы у Петросовета и у Временного правительственного сидели. Они в одном здании, в разных его частях, очень легко договаривались друг с другом. Февральская революция привела к перегруппировке политических сил. Крайне правых, как мы уже с вами говорили, их запретили. Партия кадета стала правящей и оказалась справа. Эсеры и меньшевики оказались в центре. Ну, а большевики оказались из радикалов, перешли просто, так сказать, таких классических левых. Кто руководил большевиками в это время в Петрограде? Каменев, Шляпников и Сталин, вернувшийся из ссылки. Все эти три человека придерживались очень умеренных взглядов. Они исходили из того, что мы оппозиция. Ленин потом это все сломает. Он приедет и скажет, никакой оппозиции, вперед к социалистической революции, вывернет им руки и все пойдет действительно к революции. Политическая лихорадка охватила и окраины. Была создана украинская радикальная демократическая партия. И на Украине сразу же заговорили об отделении от проклятых москалей. Была создана эстонская демократическая партия. Мусават в Азербайджане, Дашнак Цутюн в Армении. Это были такие леволиберальные, левосоциалистические партии. Историю России между февралем и концом июня 1917 года можно разделить на два периода. Мы с вами это записали. До 18 апреля, до первого кризиса. И с 19 апреля до 2 июля первая попытка большевиков захватить власть. Значит, что сделало Временное правительство сходу? Они провозгласили курс на широкую демократизацию. Эта широкая демократизация обернулась обыкновенным российским бардаком и полным управленческим коллапсом. В аграрной сфере Временное правительство ограничилось передачей государству земель царской фамилии. Ну, это была, так сказать, песчинка в море. Издано распоряжение о привлечении к уголовной ответственности крестьян, участвовавших в несанкционированных захватах земли. Но дело в том, что можно что угодно было издать. Временное правительство не контролировало деревню. Можно было писать любые совершенно, так сказать, жесткие законы. Вот Временное правительство в этом отношении очень странная вещь. С одной стороны, это по внешней, это абсолютно авторитарная диктатура. По сути, это диктатура импотент. То есть, это диктатура, которая говорит, мы диктатуру, мы издаем законы. Сделать ничего не можем. Сидим в Петрограде, весь процесс идет, так сказать, мимо нас. Временное правительство подтвердило все кредитные обязательства царского правительства и казенные заказы. То есть, казенные заказы, это перед буржуазией. Мы соблюдаем все договоренности. Внешние займы, то есть, это сигнал Великобритании и Франции. Мы все выплатим и будем воевать с немцами. 3 апреля 1917 года в немецком запломбированном вагоне в Россию приехал Ленин. Он отверг партийную установку большевиков на завершение буржуазно-демократической революции и сразу же заговорил о необходимости переходить к социалистической революции. Он этим удивил даже своих ближайших соратников, потому что тем самым он нарушил старую большевистскую установку и поставил вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую. По сути, это означало, он говорит, будем свергать Временное правительство. Но прямо он этого сказать не мог, поэтому перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Потому что на тот момент во Временном правительстве был только один социалист. Остальные формально считались представителями буржуазных партий. Ленин открыто не мог выдвинуть лозунг свержения временного правительства, ему это заменили лозунг, как мы с вами записали, никакой поддержки временному правительству, вся власть советом. Плюс окончание войны демократическим миром. Плеханов выступил против этого, Каменев, Зиновьев, Рыков выступили против апрельских тезисов, но Ленин с его неукротимой энергией, он за 2-3 недели сломал сопротивление своей партии, использовав, во-первых, свою харизму и, во-вторых, он привез с собой деньги, а другую часть денег привез с собой Троцкий. Кстати, у нас очень много говорят о возвращении Ленина в запломированном вагоне, но в это же время в Россию возвращается Троцкий. Он приехал из Америки через Канаду, в Канаде его арестовали, но люди, связанные с Рокфеллером, обеспечили его освобождение, и он прибыл в Россию с двумя стами боевиков Троцкий и с деньгами, значительно большими, чем у Ленина. Вот этот момент был очень важным. Чтобы разбросать противников собственной партии, потому что собственная партия Ленина не поддерживала, Ленин сделал очень хитрый ход. Он принял в партию большевиков две группы. Левых коммунистов Бухарина, которые не были до этого, так сказать, с Лениным, и межрайонцев Троцкого. То есть для того, чтобы задавить Зиновьева, Рыкова, Каменева, Сталин уклонился в этот момент от споров между большими людьми. Чтобы задавить их, он пошел на союз с Бухарином и Троцким. Бухарин – это горлопаны левые коммунисты, которые готовы выходить на улицу в качестве, сказать, бойцов и бить хохотальники противникам. А Троцкий – это деньги, и это поддержка с той стороны, где у Ленина не было контактов. У Ленина контакты были в Германии, а у Троцкого – в Великобритании и в Соединенных Штатах. Вот этот триумферат, Ленин, Троцкий, Бухарин, они начали расшатывать ситуацию. И седьмая конференция РСДРП, в скобочках Б, большевики, в конце апреля 1917 года, то есть Ленин за 2-3 недели сломал хребет собственной партии, берет курс на подготовку социалистической революции, то есть на захват власти. 18 апреля происходит первый политический кризис после Февральской революции. Милюков в ноте обращается к союзникам по Антанте и заявлением, что Россия будет вести войну до победного конца. И это противоречило воззванию Совета Петроградского о мире от 27 марта. Большевики, анархисты тут же призвали к демонстрации, и вышла антиправительственная 100-тысячная демонстрация рабочих, и направилась в центр. Но противоположная сторона сорганизовалась, и 100-тысячную демонстрацию рабочих встретила 100-тысячная контрдемонстрация, где было много студентов и офицеров. Ну, произошли мелкие такие, так сказать, столкновения. Результат. В сухом остатке. Милюков и Гучков слетели. Вместо Гучкова занял Керенский. Он стал военно-морским министром. То есть правительство стало коалиционным. Между тем армия разваливалась. В деревне возобновился аграрный террор против помещиков. И дальше пошло движение на национальных окраинах, чем рассчитывало временное правительство. Временное правительство практически ничего не контролировало. Повторяю, это было правительство политических импотентов. 3 июня 1917 года начался первый Всероссийский съезд Советов. На нем было 800 человек, 285 эсеров, 200 меньшевиков и 105 большевиков. То есть, обратите внимание, эсеров и меньшевиков было намного больше, их вместе было в 4 раза больше, чем большевиков. Съезд принял революцию доверия временному правительству. То есть, ленинский вот этот вот заход не прошел. Но большевики тем временем все больше укреплялись в Советах. 18 июня прошла демонстрация под лозунгами «Недоверие временному правительству. Вся власть Советам». Это была первая, отметьте себе, пожалуйста, первая победа большевиков. 18 июня они впервые завоевали улицу. Стремясь укрепить свои позиции, Временное правительство приказало Юго-Западному фронту перейти в наступление. Это была чистая авантюра. Сначала все было хорошо, но затем наступление забуксовало, а 6 июля немцы нанесли мощнейший удар в стык 7 и 11 армии и совершили так называемый Тарнопольский прорыв, который вошел затем в учебники, как успешный прорыв крупных соединений. Русская армия побежала. Все это совпало с событиями, которые одни назвали неудавшейся попыткой большевистского путча, а другие, Ленин, взрывом революции и контрреволюции вместе. Следующий блок наш, следующая тема, нарастание революционного кризиса в России, июль-октябрь 1917 года. Первая римская, периодизация. Первая арабская, события в Петрограде, 2-5 июля 1917 года. Вторая арабская, 5 июля-26 августа. Здесь, видите, время очень уплотнено, то есть хронологические отрезки, очень-очень быстро все менялось. Вообще время революции – это время такого уплотненного времени, когда на единицу времени происходит очень-очень много событий. И что очень важно, еще один момент. Дело в том, что как бы вот революция происходит, когда революция, как бы происходит расчленение времени и разные временные отрезки с разной скоростью. Что-то идет медленно, а что-то очень быстро. То есть, переводя на язык физики, революция – это время разновременных процессов. И вот это не стыковка разновременных процессов, а каждый временной процесс, его, так сказать, воплощает определенная политическая сила. И вот здесь выигрывает тот, кто использует время как серфингист волну. Вот большевики оказались политическими серфингистами. Значит, второе. Второе. 5 июля, 26 августа. Период колебаний правительства между левыми и правыми. Третье. 26 августа-25 октября. Третий министерский кризис. Третье. Коалиционное правительство. Октябрьский переворот. Второе. Римское. Июльский политический кризис. Первое. Арабское. Событие 18 апреля-конца июня 2017 года. В скобочках краткий экскурс. Как бы мы здесь повторяем, что произошло, чтобы было понятно при изложении. Второе. Арабское. Второй политический кризис. Третьего-четвертого июля. Переход власти в руки временного правительства. Второе. Коалиционное правительство. В скобочках. Председатель Керенский. То есть смотрите, как движется карьера Керенского. Сначала он министр юстиции, при том, что он главная фигура. Затем он военно-морской министр. И, наконец, он становится в июле председателем правительства. То есть и номинально главной фигурой. Точка запятой. 15 членов кабинета. 7 эсеры и меньшевики. То есть в правительстве Керенского почти половина эсеры и меньшевики. Третье римское. Развитие ситуации в июле-октябре. Первое. Арабское. Нарастание политической поляризации общества. В кавычках. Корниловский мятеж. 26 августа, теперь 2 сентября. Последствия Корниловского мятежа. Точка. Усиление позиций большевиков в советах. Запятая. Рост численности большевиков. 350 тысяч в октябре. Весной 2017 года было общее собрание левых партий. И кто-то из меньшевиков сказал, что нет сейчас такой партии, которая могла бы взять ответственность за страну. Ленин тут же с места сказал, что есть такая партия. Его обсмеяли. Но через 5-6 месяцев после этого было не до смеха. Большевики действительно взяли власть. То есть из маргинальной партии они за полгода превратились в мощную силу. 350 тысяч человек. Это серьезно. Второе. Арабское. Нарастание экономических трудностей. Кризисные явления в промышленности. В скобках. Сокращение промышленного производства на 35%. Точка с запятой. Рост инфляции. Рост цен и государственного долга. В скобках. 49 миллиардов золотых рублей осенью 2017 года. Это был государственный долг России. Это очень большая сумма. Я повторяю, он состоял из внешней и внутренней части. Внешняя часть 15%, внутренняя 85%. То есть это правительство должно было буржуазии нашей и буржуазии иностранной. Снижение покупательной способности рубля. Третье. Нарастание политического кризиса. Точка про возглашение России и республикой 1 сентября. Это при том, что Керенский, который это инициировал, он не имел никаких прав это делать. Это могло сделать только учредительное собрание. Создание директории во главе с Керенским. Директория с большой буквы. Всероссийское демократическое совещание. Всероссийское демократическое с больших букв. 14-22 сентября. Забегая вперед. Это была типичная говорильня. Люди собрались говорить о том, что будет с Россией. А к вопросу власти, главный вопрос, вопрос власти, они начали обсуждать только в самом конце. Избрание Совета Республики, в скобочках, предпарламента. То есть, вместо того, чтобы реально брать власть, эти люди обсуждали, кто имеет право брать власть. То есть, эти люди вообще боялись, на самом деле, ответственности, боялись брать власть. Постепенное смещение центра реальной власти к Петросовету. Рост массового недовольства политикой временного правительства. Двоеточие. 2,5 миллиона бастующих в сентябре. Более 5 тысяч крестьянских восстаний в сентябре и октябре. Рост сепаратистских тенденций на окраинах. Четвертое. Римские выводы. Первое. Резкое усиление леворадикального варианта развития событий после ареста Корнилова. Второе. Причины неудачи временного правительства. А. Общие социально-политические причины. В скобках. Утрата массовой поддержки. Неспособность решить проблемы города и деревни и вывести страну из войны. Точка запятой. Зависимость от внешних сил, тире, как на государственном, так и на наднациональном уровне. Зависимость от внешних сил, тире, как на государственном, так и на наднациональном уровне. То есть они зависели от британцев, от французов и от различных структур, типа группы Милнеровской и Ложе Великий Восток Франции. Б. Экономические причины и В. Конкретные политические причины. Речь уже идет о конкретных политических ошибках. Неспособность выработать адекватный политический курс. После того, как русская армия побежала и вести об этом стали проникать в Петроград, ситуация в городе стала накаляться. К вечеру 2 июля ситуация была уже напряженной. Кадеты заявили о выходе из правительства в знак несогласия с намерением министров-социалистов пойти на уступки Центральной Раде Украинской, настаившей на автономии. Я хочу обратить ваше внимание, что уже в 2017 году сходу же Украина проявила целый ряд сепаратистских настроений и взяла курс на выход из России. Но главная причина Демарша Кадетов заключалась не в украинской проблеме. Она заключалась в следующем. Кадеты полагали, что ради сохранения коалиции эсеры и меньшевики согласятся на жесткие условия по проведению внутренней политики. То есть разоружение рабочих, вывод революционно настроенных частей столицы, запрещение деятельности крайне левых партий. Но им навстречу не пошли. Вечером 2 июля делегаты анархистски настроенного 1-го пулеметного полка, которому угрожала отправка на фронт, пошли в другие воинские части и на заводы с целью агитации и выступления против Временного правительства. Они не хотели на фронт и решили повторить февральский эпизод, но только уже со свержением не царя, а Временного правительства. В тот день ЦК большевиков разыграл очень интересную партию. С одной стороны, ЦК большевиков предпринял попытку остановить демонстрации, формально объясняя свою позицию тем, что мы боимся, что в город будут введены, используя это как повод, в город введут фронтовые части, они тут всех поставят к стенке. Но на самом деле это был очень хитрый ход, разделение труда. Часть большевиков говорит, этого делать не надо, это на тот случай, когда нужно будет обеспечить себе алиби в случае поражения. А другая часть большевиков, причем не первого ряда, а второго, Лаце, Смилга, они говорят, надо поддержать выступление масс и возглавить ее, и взять власть. То есть как бы первые, лидеры первого плана говорят, нет, не надо, и устраняются, а лидеры второго плана говорят, нет, мы будем брать власть и вперед. Значит, были вызваны кронштадтские матросы, это была ударная сила, это были такие накокаиненные ребята, которым было на все плевать, штык в горло, два поворота и пошли вперед. И вот эти кронштадтские матросы во главе 400-тысячной толпы пошли к Таврическому дворцу. Однако те же самые полки, которые поддержали февральскую революцию, Павловский, Волынский, Преображенский, они выступили в поддержку меньшевистско-эсеровского совета против вот этой демонстрации. И в Питере возникла очень напряженная ситуация, с обеих сторон стоят некие силы, и они готовы стрелять. На крышах сидят люди с пулеметами и с винтовками, здесь в них тоже готовы стрелять. То есть все зависит от, ну вот, как карта ляжет. Те из вас, кто смотрел французский фильм «Профессионал» с Бельмондо, возможно, помнят там эпизод. Главный герой Бельмондо и его противник, они стоят, держатся вот за револьверы, и никто не хочет стрелять. И в этот момент у цветочника падают, по-моему, цветы. И вот падает цветы, шум, и они начинают стрельбу. Вот здесь произошло то же самое. В таких ситуациях напряженных, значит, ну везде двигались матросы, и на одном из мостов Петрограда, они нарвались на группу под руководством штабс-капитана Цагурия. У него была пушченка небольшая, и он объявил кронштадтским матросам, которые топали впереди, вот черта, переходите, я открываю огонь. Ну, матросы, подумаешь там, и пошли. Он открыл огонь. И вот после этого началась по Питеру стрельба, началась стрельба по демонстрантам. Ну, матросики тут же, естественно, бросили все и побежали, и побежали все остальные. По официальным данным погибло 56 человек, но, по-видимому, больше. Правительство, то есть, все это сорвалось. Правительство объявило событие результатом заговора большевиков с целью захвата власти. Петроград был объявлен на военном положении, был отдан приказ об аресте Ленина. Именно тогда он, так сказать, убежал вот из Питера. Большевистских руководителей обвинили в шпионажу в пользу Германии и всплыли документы о том, что они получали деньги от немецкого генштаба. Троцкого арестовали. СР и меньшевистские верхи совета объявили временное правительство правительством спасения революции. Но тут же Керенский выступил против преследования большевиков. Троцкого потом, так сказать, отпустили, разгромили большевистские газеты. Но вот эта команда Керенского, она сделала все, чтобы смягчить, смягчировать, самортизировать удар по большевикам. Объяснения этому, ну, есть разные. Вот, здесь можно думать разное, но факт остается фактом. Власть сместилась к временному правительству, хотя и ЦИК Совета тоже ее не утратил полностью. Более того, повторяю, и Петросовет, и Временное правительство угла из Керенского смягчили удар по большевистским структурам. Большевики посчитали, что дело проиграно. В конце июля, начале августа собрался шестой съезд РСДРП, который снял лозунг «Вся власть советом», потому что в советах теперь эсеры и меньшевики, ну и что нам тогда «Вся власть советом». И формально они взяли курс на вооруженное восстание, но настроение было похоронное, потому что, казалось, все проиграно. В то же время в генеральско-офицерской среде уже с апреля считали, что пора кончать с революцией. Искали фигуру диктатора. Им стал генерал Корнилов. Человек честный, волевой, мужественный, но очень, мягко говоря, простодушный. Кроме того, по данным контрразведки, генерального штаба российской армии, Корниловым вслепую манипулировали британцы. И это, естественно, разведчикам и контрразведчикам не нравилось. Таким образом, в обществе нарастала политическая поляризация. С одной стороны, офицеры и генералы говорят, все, нужно с этим бардаком кончать. А с другой стороны, идет противоположный процесс. В 20-х числах июля Корнилов стал главковерхом. Он разработал директиву создания трех армий. Армия в окопах, армия в тылу, армия на железной дороге. Это означало введение жесткой дисциплины, запрет митингов, распространение смертной казни с фронта на тыл. Создание концлагерей с уменьшенным пайком. Корнилов также приступил к созданию особой петроградской армии, которая должна была заменить петроградский гарнизон и покончить с вольницей. 25 августа тайно Керенский и Корнилов договорились о том, что к Петрограду будут выдвинуты две конные дивизии и конный корпус. А вот дальше произошло что-то непонятное. Внешняя конва. Керенскому явился бывший обер-прокурор синода Львов, не путать с премьер-министром первым Львовом, и объявил ультиматум о передаче власти Корнилову. Львов был арестован, а Корнилова объявили смещенным, без контактов с ними. Для Корнилова действия Львова были неожиданными, он его не посылал. Но, по-видимому, сам Керенский в какой-то момент испугался, что ему придется уйти от власти, и он решил устранить Корнилова. Но исследователи отмечают еще одну вещь. По-видимому, здесь сработали французско-британские противоречия. Дело в том, что если Корнилов, как считали контрразведчики русские, действительно вслепую использовался британцами, а Керенский имел контакты с Ложей Великий Восток Франции, то мы имеем здесь дело в схватке Керенский-Корнилов, в схватке, в борьбе французов и британцев. Как-то ни было, сдав Корнилова, Керенский, по сути, сдал страну, а очков не набрал. Есть еще одна загадочная история в мятеже Корнилова. Корнилов должен был двигаться на Петроград. Но так вдруг оказалось, что его эшелоны были разбросаны друг от друга на сотни километров. Это сделали люди, которые работали в генштабе. И эти люди явно не симпатизировали Корнилову. Если учесть, что большая часть этих людей оказалась потом у большевиков, то совершенно понятно, что... Причем они, так сказать, им не нравились большевики, но эти люди исходили из того, что вот приехал Троцкий, это человек, связанный с американцами. Вот Ленин, немцы, вот Корнилов, косвенно британцы, вот Керенский, французы. Значит, нам нужно найти людей в большевистском руководстве, с которыми можно потом восстанавливать имперскую Россию. Таких людей они видели в Сталине и в Дзержинском. Но вот эти люди, Бонч-Бруевич, наверное, вы слышали фамилию Бонч-Бруевич. Очень интересная вещь. Два брата Бонч-Бруевича. Один большевик, а другой начальник царской контрразведки. Именно Бонч-Бруевич и еще один человек фамилии Маняковский, они сманеврировали так, что Корниловские вот эти эшелоны, они никуда не доехали. Они уехали, приехали куда-то, а там написано «конец пути». Вот. И в Петроград они не добрались. То есть это очень интересная история. Керенский после Корниловского мятежа, так называемого, добился чрезвычайных полномочий. В городе началась паника, когда узнали, что Корнилов движется. И в этой ситуации единственной организованной силой были большевики. И Керенский к ним обратился. Большевикам победа Корнилова для большевиков означала смертный приговор. Кстати, они сохранили выдержку. В обмен на поддержку со стороны Керенского, который обратился к большевикам, большевики выставили условие прекратить преследование Ленина и Зиновьева, выпустить арестованных. Их выпустили. Корнилова арестовали в Могилеве. Он до конца не понимал вообще, что произошло. Повторяю, это был мужественный человек, бежал из плена. Но вот очень простой, очень простой. Министры кадеты подали восставку, и у власти встала директория во главе с Керенским. 1 сентября Керенский, не имея никаких прав на то, объявил Россию республикой. И это могло только сделать демократическое вообще, то есть усилительное собрание. Победа Керенского оказалась первой. Она резко изменила соотношение сил в стране. Большая часть офицерского корпуса поставила крест на Керенском и на Временном правительстве. Обвиненные огульно в потворстве Корнилову мятежу, офицеры теряли последние рычаги управления солдатской массы. Еще более частыми стали убийства офицеров в армии. И места офицеров занимали солдатские комитеты. Резко усилилось влияние большевиков. Они спасли Петроград от реакционных офицеров. В это же время развивалась инфляция, дороговизна. Все это работало больше на большевиков. И большевики вернули лозунг «Вся власть советов». Обратите внимание, как гибко действовали большевики. Весной выдвигаем лозунг «Вся власть советов», летом снимаем лозунг, в сентябре восстанавливаем этот лозунг. То есть они очень гибко адаптировались к ситуации. И в этом отношении действовали очень грамотно, но и с другой стороны цинично. Собственно, цинизм в политике – это и есть грамота в свое время. Это уже будет после революции, когда один из лидеров СССР будет кричать Ленину «Вы украли нашу аграрную программу». Ленин отвечает «Батенька, так когда нужно, можно и украсть». То есть вот правила, такие правила, точнее их отсутствие. Численность большевистской партии в сентябре достигла 300-350 тысяч. Но главное было даже не в этом, а в наличии жесткой партийной структуры, которая контролировала отряды Красной Гвардии. Ядро отрядов Красной Гвардии было 40 тысяч. Это были люди с бантиками, с винтовками, но на самом деле их было больше. В этой Красной Гвардии было полно бандитов, которые терроризировали ночью население, а днем ходили как революционные элементы. Влияние главных социалистических конкурентов большевиков, меньшевиков и правых эсеров падало. Страна шла семимильными шагами к большевистскому перевороту.